По-прежнему самой горячей точкой на карте АТО остаётся Авдеевская промзона. Ни дня там не обходится без обстрелов. Все подробности узнаем от Ирины Баглай. В Авдеевской промзоне уже устоявшийся режим суток на передовой. Поутру пока тихо обход позиций. Не разорвавшиеся СПГ. Вот такие вот воронки, видно, били чем-то более тяжёлым, причём били кучно. Так прошла очередная ночь на промзоне. Вот такие подоронки, бывает, прилетают по нашим позициям. Это явно не позволено минскими домовленностями снарядов. Такими снарядами российские наёмники уничтожают то, что осталось от дачных домиков, чтобы у армейцев не было места для укрытий. Бьют бесшумно, чтобы у военных не осталось времени спрятаться. Нет, без запала. Без запала была. Мы шибным лупили, а вот это попали, походу, с запалом. Не слышно выхода, миномёт, там пороховой заряд убирается. Просто патроном выстреливается. Не слышно под стрелкотню, то есть под пулемёты, под автоматы. Бьют на короткие дистанции, то есть и практически вычислить, что миномёт бьёт, то есть нереально. Чем ближе к позициям боевиков, тем калибр оружия меньше, но порой ещё более опасный для жизни наших военных. Прилетела. Вот. Что такое? Ну вот она с этой стороны пробила мешки. Под ним, и что там? В 50 метрах звезды находятся окопы соператистов. Регулярно проводят обстрелы. Ну, как-то так. В основном стрелка с бюлой РПГ и с РПС 80-й миной запускают. И как будто в подтверждение слов наших защитников, боевики уже к обеду открывают огонь. Вопреки опасности, пехотинцам 72-й бригады удаётся практически под носом у врага на наших глазах поднять украинский флаг. 21-летний Роман с обезоруживающей улыбкой объясняет, зачем рискует жизнью с синим-жёлтым флагом в руках. Решили повышать прапор на Сепрской территории, чтобы они увидели, что это наша территория. И чтобы они не ходили на нашу территорию взагалі. Так, це ж небезпечно. Це таке. Ну, якісь патриоти же, ми маємо розвитати свою Україну, свою землю. Очень активность увеличилась, особенно этой ночью. Видно, що спеціки якісь заїхали, тому що до цього тут таких не було. Ближе к сумеркам обстріл снова усиливається. Часть мин ложиться і в частному секторі за промзоной. Ірина Баглай, Антон Чиженко із Донецької області. Подробности, телеканал «Интер».